здравствуйте дорогие друзья сегодня мы отвечаем на ваши вопросы и вы спрашивали о вредителях вот в частности были вопросы кто это такие едят наши цветы выедают в них серединке и портят вид цветов жуки совершенно разные бывают вот посмотрите здесь совершенно безобразно сейчас сидят три вон 4 5 жуков на моем драгоценном желтом пионе вот в частности это жук оленка он такой характерной окраски черный с белыми пятнышками вот я их всех поймала вот троих я их поймала и что с ними нужно сделать да просто напросто уничтожить к сожалению к сожалению опрыскивать нельзя сейчас потому что вот один улетел потому что мы иначе уничтожим с вами опылителей то есть пчелок наших и шмелей которые за нектаром сюда приходят а вот эти жуки оленки они питаются не только пестиком и тычинками но они объедают лепестки и что самое обидное они отгрызают их от самой серединке и вот этот цветок постоял бы подольше но он просто вот осыпается потому что у него именно подъедены вот эти краешки самые основания лепестков и здесь еще и другие жуки сейчас у меня присутствуют вот это жуки листоеды они имеют другую окраску они с коричневой такой они с коричневой такой вот не знаю сейчас удастся показатели нет с коричневой такой спинкой всего миллиметров 5-7 длиной и их бывает ну просто огромное количество характерное для этих жуков то что они летят на светлые цветы вот белый мой пион в этом году так нещадно объели что вот обычно он был такими огромными шапками цвет вот этот сорт у меня фестиво максима это огромной шапки белых цветов в этом году там просто жалко на него смотреть насколько они его обглодали также летят вот видите на такие желтые на светло-розовые на светло-голубые ирисы вот они у меня подъедают тоже и как же с ними бороться вот дорогие друзья опрыскивать как я уже сказала нельзя потому что если опрыскивать заранее то все это смоется до до их появления но можно попробовать какими-то контактно-кишечными препаратами опрыскивать потому что если мы будем системными пользоваться то вот эти яды они впитаются в растения и вместе с жуками будут отравляться и наши на пчелки и шмели тоже вот это конечно очень жалко поэтому только вот проходить по вот этим цветам и периодически собирать их руками но у меня есть один куст рододендрона который цветет кремовыми душистыми цветами вот на нем просто полчища вот этих вот насекомых бывает ну и здесь я конечно вот применяю уже препараты применяю когда когда бутончики у меня закрыты и применяю именно контактно кишечный препарат потому что вот вот эти вот листоеды они как раз и едят лепестки наши пчелки смели лепестки не кушают и поэтому они не отравляются и вот здесь вот ну как то это вот все помогает дальше что еще можно делать в саду не оставлять каких-то куч со старой травой очень тщательно закрывать свои навозные кучи потому что любят откладывать яйца и выводить своих личинок вот эти все жуки именно в навозных кучах трухлявых пнях и вот в старых вот этих вот кучах где какая-то вот такая уже полуперекнившая трава вот там они и откладывают свои яйца бывают тоже также иногда бывает спилит вот дерево до яблони например какую-то старую а до конца и и не выкорчевывают она там стоит вот этот пенек уже полуразрушенный вот поверьте вот там вот можно вот этих личинок как раз и найти то есть мы и сами их еще и размножаем ну вот так дорогие друзья я вам рассказала о том какие это вредители и как можно с ним бороться к сожалению вот ручной способ наверное наиболее эффективные потому что появляются они в пору массового цветения всех растений и опрыскивать мы свой сад не можем